24 метра в длину весом почти 30 тонн. Одна такая балка способна выдержать нагрузку до 37 тонн. Четыре монолитные конструкции закрепят между двух опор в средней части путепровода Минайского моста. А пока балки готовят к транспортировке в Ульяновске села Зелёновка в 7 километрах от Тольятти. Там находится специализированный завод «Автоволгострой». Если говорить конкретно про заказ «Самар-транстрой», размещен он в начале апреля у нас. У нас плановый срок выпуска 20-25 мая. Соответственно, с довозкой уже туда на объект. С огромным парком техники обладаем. Более 10 буковозов у нас. Поэтому всегда свои балки мы привозим под монтаж для заказчика, чтобы они не занимались перевалкой. Изготовить балку для моста – задача не из простых. Но у специалистов все этапы чётко выстроены. Первым делом обрабатывается заявка. Далее – изучение всех чертежей, проектов и нюансов. Ведь каждая конструкция индивидуальна. Наша задача – сделать комплектующие для сборки балки. Возможные пространственные каркасы, сетки, то, из чего состоит балка. Станки делают основную заготовку. Дальше, согласно технической документации, по чертежам, изготавливаются узлы. Нижний пояс, верхний каркас, сетку ребра, сетка плиты и так далее. Из которых формовка собирает балку и, соответственно, заливает готовую продукцию. Далее идёт изготовление арматурных каркасов, после чего в стендах идёт непосредственно производство балок. В изготовлении одной конструкции участвуют группы до 10 человек. Используем технологию литых бетонов, самоуплотняющихся в том числе. И с добавлением шлаков получается очень подвижная смесь. И за счёт этого такое высокое качество получается от поверхности. Процесс изготовления балок выполняется под строгим контролем. На предприятии имеется собственная лаборатория, где проверяют все материалы, которые используются в работе. С помощью морозильной камеры, пресса и другого оборудования смотрят мороза и влагостойкость и многое другое. Первое, с чего мы начинаем, это входной контроль материалов. То есть приходят на площадку строительные заполнители, металл, арматурные каркасы, тоже проверяются канаты. Всё это проходит через лабораторию у нас. То есть первое – это цемент, основные материалы, песок, щебень, химдобавки. И канаты, арматуры испытываем тоже на разрыв. То есть после того, как лаборатория всё это проверяет, даёт добро на использование дальше в производстве. В средней части путепровода Минаэского моста уже готовы к монтажу новых четырёх балок. Сформировано телоопор высотой почти пять метров, сделана гидроизоляция. В дальнейшем для сооружения пяти пролётов нового моста над Свиягой на предприятии в Тольятти изготовят ещё 20 монолитных балок. Анна Тищенко, Андрей Шафиров, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.